так но всем привет в общем да значит как и обещал я сниму небольшой ролик о путешествии в россию вообще-то это больше всего касается людей которые русскоговорящих людей которые проживают за границей причем уже долгое время и очень давно не были в россии вот недавно даже разговаривал с человеком он не был в россии уже 22 года и они все меня спрашивали значит о всех подробностях что касается поездки в россию на на своем автомобиле ну вот значит не знаю с чего начать познать сегодня у нас будет первый день поездки мы сегодня стартанули значит в 2 часа 39 минут это получается ночью было вот сейчас мы проехали около четырех часов порядком ну 400 километров и вот наша первая остановка значит на заправке мы сейчас на данный момент находимся на земле тюрингия и решили остановиться вот ну первое конечно что вот мы заметили цены вообще на заправке они зверские да какая-то чашка чая там стоит 3 евро но я не знаю я понимаю если это кофе там стоит 3 евро но чтобы бокал воды и пакетик мусора стоил 3 евро это конечно немножечко скажем дороговато вот единственное что вот не в их заправках нравится хотя в этом уже российские заправки отличаются даже скажем лучше чем немецкие то есть есть определенные плюсы вот здесь мы конечно видим детский уголок здесь вот у нас такой интерьер интересно значит но заправка довольно пустая потому что все значит еще очень рано людей людей еще толком нету но мы выбрали значит для путешествия субботний день и мы значит для путешествия субботний воскресний день субботу мы проедем до варшавы воскресенье мы проедем до латвии конкретнее говорят до города терехова вот значит на этом у нас уйдет спокойно два дня так как мы с детьми едем мы никуда не торопимся мы значит будем чаще останавливаться вот я буду снимать какие-то может быть интересные моменты интересные факты о германии и также интересные факты в других странах например в польше буду приводить сравнение вот значит германия на мой взгляд лично вот на мой взгляд да очень скучноватая вот может быть кто-то конечно скажет что красиво все сделано но должен сказать вот буду снимать в россии видео абсолютно ничем не отличается то есть русский народ научился предоставлять своим клиентам нет не просто красоту но и качество да если это это хотят делать то они это делают поэтому здесь я могу сказать что в германии во-первых еда на таких вот остановках на трассе очень очень дорогая и я бы не сказал бы что она прям вкусная вот мы сейчас купили бутерброд а на нем получается не настоящее яйцо она значит из искусственных таких продуктов сделано выглядит как яйцо вот к сожалению уже сейчас не могу показать девчонки уже все съели вот все заняты делами на дорогу никто не смотрит так 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 Красивый Ээ, стоп, чё-то я разогнался, чё-то я разогнался, город Йена. Типичные такие советские дома девятиэтажные. Кстати, они в бывших ГДР везде повсюду встречаются. О, фотоаппарат, тормозим. Нормально. По правилам едем. Чё здесь, мост ремонтируют, значит. И чё это всё? Вся стройка была? Из-за этого нужно было ехать 80 км в час? Ну даёт. Это он с какого века сбежал, а ты посмотри. Классно. Магистрали вообще чистые, машин мало. Ехать просто красота. И вот так всю дорогу по Тюрингии. Одни поля, тишина и спокойствие. Вон какая лепота. Музыку вообще-то нельзя. Судя по навигатору, нам ехать 100 км и в этом отрезке нету даже ни одной заправки, ни одной остановки. Я не знаю, видно тут, не видно. Это, конечно, большой минус в Восточной Германии. То, что заправки находятся на очень далёких расстояниях. В Западной Германии заправки обычно расположены на расстоянии 20-30, максимум 50 км. Сейчас мы посмотрим стоимость дизель-топлива и бензина. Но я стараюсь в Германии на магистралях вообще не заправляться, так как цены отличаются значительно. Поэтому заправил полный бак во Франкфурте по минимальной цене. И получается, надеюсь, что мне хватит это до Польши. Машина сильно гружённая, так-то мне в автомобиле хватает на 800 км, 75 литров. Но здесь я смотрю, я проехал 400 км и уже чуть меньше пол бака, поэтому не знаю, как это хватит. Но вот здесь мы видим, значит, солярка стоит евро 53 и 9, да, евро 54, грубо скажем. Это если исходить из цены во Франкфурте, как я заправился, то получается на 15-20 центов дешевле я заправился. То есть вот видите разницу. Поэтому если есть возможность, значит, лучше навигатор настроить на какой-нибудь маленький городок и съехать просто с магистрали в маленький городок, где есть следующая заправка, на ней заправиться уже и можно сэкономить, я думаю, ну, 5, от 5 до 10 евро. Ну, в принципе, деньги, конечно, небольшие, но я это говорю для того, чтобы люди знали, что есть вариант какой-то определённый. Да, вот, например, если я заметил в России заправляюсь, то для меня особой разницы я там не чувствую, вот, что я там заплатил 100 рублей больше за бак, 100 рублей меньше, то есть я там не ищу никаких обходных путей. Но здесь в Германии это так всё построено, что люди как больные привязаны к этому экономию и постоянно смотрят, где можно сэкономить. Вот, так что это так чисто для информации. Вот, кстати, хорошая тема только что подвернулась. Говорил о том, что я в Германии ни разу не видел на магистрали каких-то пешеходных переходов, потому что все магистрали пересечены мостами и либо для зверей мосты, где дикие звери переходят с одного участка леса в другой, либо пешеходные мосты, либо, ну, естественно, для автомобилей, да, но для пешеходов получается мост. Вот, для сравнения, буду снимать в России, причём это встречается очень часто, когда прямо на магистрали, посреди магистрали пешеходный переход и вот ты хоть стой, хоть падай, значит, вот надо ехать там 60 км в час, со 130, тормозишь на 60 км в час и, значит, отрезок едешь, и потом, естественно, этот отрезок заканчивается и ускоряешься. Но это, конечно, очень неудобная штука, но это не на платных дорогах, то есть платная дорога, она, конечно, тоже очень классно сделана в России, я это потом обязательно покажу. Она выглядит, можно, ну, ничем не хуже немецкой магистрали, тоже трёхполосная в основном, значит, и идёт уже планка между двумя сторонами, вот. Ооо! иван инновативная энергия германия подъезжаем границы польши так вот появляется бреслова польша значит съезд на герлиц это последний город перед границей сейчас значит попадем в польшу проехали 550 километров на данный момент еще значит нам осталось ровно 4000 километров и вот она начинается республика польша а 4 километра значит написано до 4 километра осталось до республики польши но посмотрим а вот значит тут какие-то американские он танки броневики едут вот по ходу поехали но только латвия в ту сторону куда мы им они чет не в ту сторону едут заблудились наверное по идее им же в латвию нужно там ставить свои войска что нельзя говорить ладно меня простят я не русский так все ладно хорошо потише так потише это все когда границы всем пока да самый самый маленький человек засыпает всем пока вот смотрите а вот эти значит американские войска правильно едут вот эти эти коллеги не заблудились сейчас вот мы посмотрим что у них за за техника такая интересная но блин не знаю чё снимать нельзя сейчас вот этих посмотрим что у них тут еще а я вот так буду держать не бойся ну куда ты лезешь на елки-палки вот еще да какая-то медпомощь кокс наверное везут в латвию блин сейчас им там или этот горилки какой-нибудь сейчас они их там накормят те будет это думать что россия на них нападает блин надо защищаться ох елки-палки сколько их тут так самое что интересно мы этот весь конвой видели видим уже вот третий раз то есть это реально прям я не знаю папа 20 по 30 автомобилей техники какой-то тяжелой едут прям по магистрали вот в сторону больше а куда они едут интересно ну вот знаки поменялись и началась значит больше все всем пока до связи вообще конечно природа польши кардинально отличается от природы вот в германии такое вот сразу ощущение что действительно вот въехал в другую страну причем домики тоже меняют так сказать свой образ и выглядят более проще как-то в каком-то сельском таком стиле в германии все как-то такие строгие дома часто встречали вдоль дороги если вдоль магистрали вот здесь все-таки в польше они выглядят как-то более так по-сельски и дорога отличная могу сказать то есть навигатор показывает что можно ехать 140 километров в час правда знаков я не видел на 140 километров в час вот но мы сейчас едем 130 120 и в принципе нас все обгоняют вот я думаю значит ехать можно так быстро через несколько через пару часов будем останавливаться наверное искать остановку где вкусно покушать отдохнуть ну вот снимем посмотрим какие места нас там ожидают кстати вот очень красивые места кто играл в эти в playstation гонки как они там называются gran turismo нет нет for speed вот немножко похоже вот на на эту природу по моему отсюда и взяли и вот если посмотреть на природу больше то она чем-то похоже на российскую природу очень много березок большие куски леса и очень большие куски просто дикой травы то есть не засаженные поля кстати вот эти мосты видно очень хорошо что сделаны для зверей то есть там стоит перегородка значит и так как звери в этой дикие звери в этой части всегда переходили дорогу для них значит значит специально строится вот такое сооружение и они также дальше пересекают части этого леса или полей с одной стороны на другую он посмотрите какой артист как он загрузил автомобиль вот это уже по-нашински молодец